Оптические эффекты при проектировании интерфейсов. Современный джаваскрипт простым языком для динозавров. Система распознавания лиц ваших одноклассниц. Погнали! Всем привет, с вами проект UwebDesign, с вами проект SiplyDesign. USiplyDesign, проект... Siply и Cartava у нас сегодня в эфире. Подкаст «Суровый веб», выпуск номер 142 у нас сегодня. И на календаре у нас 24-я, если я не ошибаюсь. Ну, вообще, вроде как, типа того. Да, 24 октября 2017 года, и время 20 минут 12 по Челябинску. Ну, нам надо, как обычно, сказать, что здрав буди гарной девчиной, потому что мы выходим, во-первых, на украинском. Во-вторых, понимаешь, VR, я не знаю, чувствуют ли люди. Я думаю, как минимум, AR они уже способны почувствовать на новых девайсах от Apple. А VR это только уже на PlayStation-ских Oculus. Я очень надеюсь, что... Oculus Rift PlayStation купил? Нет, нет. Amazon? Да, по-моему. Какая-то крупная страшная корпорация. Да. Короче говоря, у нас сегодня... Как бы, понимаешь, вот как тебе сказать? Вот как тебе сказать? Это значит, когда ты с похмелья проснулся. Вот сегодня такой подкаст. Ну да, да. Вот такой. И первая тема... У меня другая аналогия была. Вот бывает в... Ты просто в этот момент вытащил аппликатор Кузнецова у себя из-под задницы, когда я это говорил, ну. Вот бывает Philadelphia Roll. А бывает Philadelphia Light. Когда лососик только с одной стороны сверху. На одной четвертой, так сказать. Вот у нас сегодня суровый Web Light. Ага. У нас сегодня лосось только с одной стороны? Да, у нас сегодня лосось только с одной стороны. Я думаю, по хронометражу мы меньше двух часов уложимся, потому что... Ну иначе просто придется тебе на новое горло собирать, как я понимаю. У меня, да, потому что у меня в больничной карточке, в амбулаторной, написан вокальный режим. То есть ты можешь вокалом заниматься? Вот не нужно им заниматься в эти дни. В эти дни. Понял. Окей, короче, сразу к дизайновым новостям. Первая тема у нас как бы громкая. Сегодня, Никита, твой бенефис. Бенефис, я чувствую, да, будет, будет бенефис. Нам, между прочим, ее предложили. То есть знаешь что? Что самое главное? Что люди могут предлагать громкие темы. Не то, что мы свои проталкиваем, да? А вот прям Антуан. Причем я вот так тебе скажу. Я сначала эту тему сам нашел, а потом уже разбирал, так сказать, утреннюю почту. Точнее то, что от нее осталось после нашей бухгалтерии и прочих инстанций. И обнаружил, что эту тему предложил Антуан. Ну, я решил, так сказать, это, дамы вперед. Понимаешь, в чем дело? Антуан, это же практически вот такое имя, как будто это какой-нибудь чувак типа Лютика в Ведьмаке. Ну, согласен, мне маленький принц сразу представляется. Антуан и Де Сенту из Экзюпери. И этот маленький принц нам, знаешь, что предлагает? Оптические эффекты. Та самая тема, которая уже была оговорена ранее. Так. Короче говоря, достаточно интересная тема. Настолько интересная, что ее даже на хабре перевели. Вот давайте посмотрим. Согласен. Я тут же открою перевод. Вот. Потому что как бы... Ну, как бы мы же в украинском. Вот, да. Значит, все мы знаем, что вообще в природе существуют какие-то оптические обманы, оптические эффекты. Мы же уже как бы большенькие с тобой. Ты имеешь в виду сразу вот это в офисах вешать распечатки, где там надо смотреть в одну точку, и у тебя крутятся круги начинают. Да, даже не употребляя никакие вещества. Хотя это тоже вопросы вызывают. Да. Вот. И в этом посте будет разобрано просто вот примеры таких эффектов, которые нас не то чтобы обескураживают, но иногда мы задаем к таким примерам вопросы. Вот смотри, первое. Фактический и оптический размер. Если мы посмотрим на картинку, видим здесь квадрат. Абсолютно квадратный квадрат. И абсолютно круглый круг. Хотя мы знаем, что круглый круг это же всего лишь квадратура круга. Просто здесь очень много углов. Но мы не будем умничать. Нет, ни в коем случае. Не будем. У нас не для этого подкаст. Нет. Он для того, чтобы мы тут дегенератничали. Так-то мы с тобой доктора наук трижды. Конечно, конечно. И понимаешь, вроде тебе кажется, смотря на эту картиночку, вот не лукавь, абсолютно. Кажется, что квадрат больше. Кажется. Но я просто будучи интеллигентным человеком знаю, что это всего лишь оптический обман. Потому что я сам в фотошопе пробовал делать 4-5 сильные одинаковые штуки и понимал, что нет. А ты, будучи интеллигентным, знаешь, чего тяжелее? Килограмм гвозди или килограмм пуха? Вот только честно. Килограмм ваты. Просто килограмм. Килограмм ваты – это про наш подкаст, когда мы про украинский ходим. Поэтому килограмм ваты у нас самое тяжелое. Так вот, и вот этот оптический обман, скажем так, то есть зная то, что эти квадрат и круг, они абсолютно одинаковые по ширине, высоте и хренате, нам кажется, что квадрат все-таки больше. Здесь нам показывают, что нет, не больше. Зацени. Там проводят линии. Да, да, я видел. И делают так, чтобы нам глазами казалось, что они равны, то есть увеличивают круг, реально увеличивают его, и можно это видеть, потому что он прям вот… Ну и опять же, я считаю, переборщили с увеличением. Это ты про что-то свое, видимо, а вообще, ну нормально. Мне кажется, что нормально. Хорошо, вроде бы, казалось бы, все просто. Увеличиваешь круг, зрительно получается, что это одинаковые фигуры. И теперь, и теперь, зацени, как это можно использовать. Казалось бы, вот я сказал про оптические прикольчики, а как это в интерфейсе можно использовать? Вот, например… Как и все остальное против вас на суде. Например, иконки возьмем. Если у вас есть квадратные иконки, не забывайте, что квадратные иконки будут казаться больше, чем круглые иконки. Соответственно, вам всегда вокруг своего квадрата вот этого иконки надо оставить пустое место. Вот чуть дальше про скроль. Слушай, я не могу, мне не нравится. Мне вот там, где они увеличивают, мне прям кажется, что увеличено, нарочито. Ну вот согласен, про скроль именно… Особенно где треугольник. До мини-наборщика, до мини-наборщика иконочек про скроль, пожалуйста. Чтобы дорогие зрители слушали… Шесть штук где? Шесть штук. Так, доскроллил. Я смотрю на это. То есть люди сделали что? Вот этот карандашик, видишь, вторая фигура? Отвратительный, но вижу. Отвратительный карандашик, но он, по сути, был бы, казался бы, меньше, чем вот этот квадрат слева с изображением изображения. Гор, маунтин. Так. Окей. Лендскейп. Лендскейп, окей. Вот. Он бы казался меньше, если бы лендскейп был полностью такой же высоты. Но мы дали чуть-чуть воздуха ему. Я так иногда делаю перед подкастом, чтобы никто не слышал. Так. Понимаешь, вот и все. Сразу заиграло красками. Сразу же, как будто это одинаковые иконки из одного набора. Ну, слушай, ну, я не могу, ну, карандаш реально больше, чем лендскейп, причем мне уже, кажется, раза в два. Ну, извини, извини, потому что просто кроль дальше, посмотри, как они сделают. Вот дискетка и лендскейп, они нормальные. Да, да. Я соглашусь, что все-таки, все-таки немного корявенько. Я просто очень... Но ты мысль понял? Я, нет, я... Это все правильно. Просто они здесь не достарались. Как вот, бывает, перестарались, вот эти не достарались. Как бастарались. Как недоумки, потому что, ну, серьезно. А знаешь, как ты можешь проверить это? Взять, смотри, и заблюрить изображение, посмотри ниже. Блюришь, и если тебе это пятна эти одинаковые, мне кажется, в каком-то состоянии. У меня разные, самые нижние, вот, где часы-то, да сведут гигантское пятно. Согласен, тоже согласен с тобой. Но, окей, идем дальше. Нам приводят примеры, вот, например... Вот там, где соцсети, там мне уже нравится. Ну, там потому что гений делали, понимаешь? Эти иконки, они выверены уже годами. Не, ну, я думаю, они тут подогнаны, более или менее. Это все равно те же чуваки с Музли. А оригинал был на Музли, забегая куда-нибудь назад, вперед, вбок, в сторону, забегая. Скажу, что на Музли был этот оригинал. Это они, мне кажется, делали. Это полностью их исследование, и это они делали все ассеты. Ну, понимаешь, все-таки... Все-таки, например, логотип Фейсбука, он меньше реально, чем птичка. Ты же понимаешь это? Но тебя же не коробит. Точно меньше, чем Инстаграмчик. Точно меньше. Да, но не коробит, потому что Инстаграм внутри пустой, и он как бы легче. Он как килограмм ваты, а Фейсбук как килограмм чугуна. Ну, ладно, допустим так. Я хочу, чтобы наши зрители и слушатели написали в комментариях, как им вот данная статья. Просто сейчас мы, когда ее посмотрим, пользуются ли они такими оптическими эффектами, знали ли они. Вот даже, опять же, вот там, где отправить, типа, в Телеграме, да? Наверное, это Телеграм, я не знаю, у меня может просто Телеграм головного мозга уже. Вот там было 80, и типа это мало, да, кажется? Хотя, опять же, вот мне прям... Я, возможно, уже человек математик, и мне прям сразу... Ты маткор слушаешь? У меня, да, маткат прям, слушай, как компилируется. Я просто хочу пояснить, что здесь происходит на самом деле. Здесь поле для ввода, и рядом кнопка отправить, круглая. Поле для ввода прямоугольное, соответственно... А, ты для наших слушателей, чтобы они просто представили. И просто представьте, что если сделать кнопку круглую, такой же высоты, такой же диаметра, ну, в смысле, такой же высоты... Такой же диаметры, как высота. Да. Поле для ввода. Да, да, то кнопка, кажется, маленькая. И они сделали, на 10 пикселей увеличили от 80 до 90, но я вот попробовал до 86, например. 90 как-то уже... Тебе не нравится слишком больше? Нет, торчат. Торчат. Как крылышки у прокладок, торчат вверх-вниз. Вот это аналогия, я понимаю. Но если ты зальешь цветом эту кнопку, то веса будет больше, понимаешь, у фигуры. Сразу килограмм чугуна, я понимаю. Сразу не хочется увеличивать. У нас сегодня все на этой метафоре будет, поэтому запомните обязательно, если не знали. Второе. Первое мы посмотрели. Вот это тот оптический эффект, который есть. Второе. Выравнивание объектов разных форм. И сразу мы видим пример. Вот, допустим, ты видишь две линии, две полосы. И когда обычно видишь две полосы... Уже не пытаешься их выровнять даже, да. Да, настораживаешься. Но здесь мы видим одну полосу прямоугольную, как бы с прямоугольным концом. А вторую как ленточку такую. Сейчас сразу мужики зоды там уже сказать. Вот кантик там у него другой немножко. Кантик. Я думаю, они меня должны поправить. Это у тебя конец там в штанах, а здесь там какой-нибудь этот. А здесь кантик. А здесь кантик, опять же, и крантик у меня. Но на самом деле кажется, что нижняя полоса с кантиком, она меньше. Короче. Короче. А на самом деле... На самом деле у кого короче, то сидит и отращивает. Да. Так же, опять же, мне ответили бы чуваки с завода. Но они одинаковые абсолютно. Абсолютно одинаковые по длине. И если, опять же, мы увеличим нижнюю полосу, они что-то пытаются все увеличивать, на музле на этом. Ну да где? То мы увидим, что они равны. Ну, глазами увидим. Мозгом подумаем. На самом деле они нихрена не равны будут. И это нас ведет к чему? Давай все-таки проскролим до самого конца. Нас это ведет к тому, что... Почему-то они сразу к тексту переходят. Я даже хотел вывод какой-то сделать. Что вот, опять же, если делаете какие-то, видимо, полоски на сайте... Да не, ну вывод такой. Надо учитывать не просто сухую математику, но и оптический вес элементов. Это то, от чего вот я, например, всегда люблю сказать, что вот эта вот надпись задыхается, да, нужно ее увели. Она слишком тяжелая, ее нужно как-то отдалить или наоборот приблизить, чтобы это казалось одним объектом. Вот здесь как раз об этом. Ну вот. А дальше про текст уже идет, между прочим. И в тексте вам тоже нужно учитывать вот эти вот размеры ваших блоков. Например, если в вашем тексте выделен какой-то абзац, допустим, какая-нибудь цитата или еще что-нибудь, выделен цветом, бэкграундом, таким легеньким, серым, то он, скорее всего, не нарушит построение вот этого текста, как здесь стройность текста написано. А вот если у вас блок будет темным, черным, как здесь показано, то черный обладает значительным оптическим весом. Если вам нужно, чтобы абзац хорошо вписывался в общую структуру текста, то лучше выровнять его, как на рисунке ниже. Иначе это будет выбиваться очень сильно. Может быть, вы так и хотите, чтобы у вас выбивалось. Подожди, так я не понял, как сделать-то? Ну, короче, если ты хочешь светлый бэкграунд... А, его нужно вписать внутрь. Да, да. А если темный, то нужно вписать. Если светлый, то не надо вписывать. Просто мне даже вписанный кажется немножечко, ну, как бы сильно. Он там справа торчит. Ну, есть такое, есть такое. Его как бы надо прям вот слева вписать в текст. А, ну, так они справа и не вписали его в текст. А я бы и справа тоже в текст вписал, посмотри. Ну, там некоторый отступ есть, скажем так. Да, можно было бы вписать. Он лишний, мне кажется. Ну, чуваки на музле, они же там сидели, выверяли с моноклем. Дальше, кстати говоря, уже идут компиляции, скажем так. Камшот компилейшнс идут. И здесь просто идут кнопки, вот как ленточку мы видели. И, опять же, поля либо залиты таким легеньким фончиком, либо белым. И тут разные компиляции вот этого всего. И типа, как делать. Нарисовано. Ну, слушай, вот пусть люди посмотрят. Потому что здесь действительно вот очень хорошие примеры. Дальше, кстати, круто. Дальше круто. Я тебе предлагаю двинуться, знаешь, к какому пункту. Я бы реально хотел собрать какой-то фидбэк. У нас, к сожалению, нет системы сбора фидбэка никакого. Но у нас есть комментарии на ютубе. Да, напишите вам, как больше нравится. Потому что я, видимо, реально, вот, ну, я, извините, я не лукавлю, но мне бесит все вот эти увеличения. Я понимаю, о чем речь. Во многих моментах я тоже говорю, что надо как-то оптически скомпенсировать. Но вот тут какие-то примеры неубедительные. Они мне реально противны. Не так надо было делать. Ты вот дальше про скроль, где два телеграммных самолетика летят. Типа две кнопочки с телеграммными самолетиками, которые в середине. Одно типа в середине, а второе типа не в середине. Типа далеко видимо. А, все, вижу, так. И, знаешь, вот, на самом деле справа мне, да, кажется, что правильно. Согласен, здесь уже хороший пример. А слева не очень правильно. Хотя они типа, он типа посередине. Вообще, если перевернуть, это будет палатка. Как кемпинг. Да. Мы не об этом сейчас. Не о палатках, конечно же, а о дизайне. Вообще. Я вот недавно же тебе скидывал фотографию, как выглядят голосовые связки. Ну. Вот примерно так, если перевернуть. Ну, в принципе, да. В принципе, да. Здесь еще есть пункт про закругление. Я хочу просто это оставить на людей, чтобы вот действительно дизайнеры, они же любят все воспринимать глазами. Я сейчас много могу наговорить, но желательно, чтобы вы посмотрели эту тему. Она будет у нас первой ссылкой. Да. Мне понравилась здесь еще их идея, что нужно вписывать в окружность. Ну, мы это еще из геометрии знаем. Ну, конечно, да. Что круг и сфера – это идеальные фигуры, так скажем. Что их не бывает в реальности. И вот, а в дизайне они все равно быть должны. Если вы хотите, чтобы ваш дизайн был такой же идеальный, как окружность, круг и сфера. Блин, ты что-то какие-то еще… Далай-Ламиум у тебя? Далай-Ламинг, да. Далай-Ламинг, да. Ну, окей. Окей. Дальше, между прочим, у нас есть небольшая информация для вас, если вы вдруг первого слушаете или вдруг забыли про то, что у нас есть вообще-то сайт evobesign.ru, на котором есть специальная тема для ваших искрометных, интересных новостей, которые вы нам предложите. Она находится в сайт-баре справа. То есть заходите, сморкаетесь, как Саня сейчас, и оставляете ваши классные темы. Желательно, чтобы они были короткие, это от меня пожелание. От меня пожелание, не надо 10 тем в одну. Желательно, чтобы это была одна короткая, классная тема, где можно поржать и интересно. Вот это прям идеально. Еще есть длинные какие-нибудь темы, там, про архитектуру. Мы такое тоже, это всегда VIP-тема. Они всегда в основном втыкаются в подкаст. Я вам просто намекаю, пацаны, намекаю, потому что вы начали оставлять какой-то кал. Или ты не согласен с тобой? Нет, большой процент кала в этот раз. Есть, да? 35 тем, 5 нормальных. Ох, е-мое, это же такое, это же даже не за единую Россию столько не голосовали, скажем так, я не знаю. Окей, хорошо, это мы сказали, можно оставлять темы. Во-первых, просто рискните, попробуйте. Если у вас не получилось с девушкой, получится она на нашем сайте обязательно. Там есть регистрация, кстати. Да, если вы пристрастились, то зарегистрируйтесь у нас. Как в том анекдоте Ватсон. Да, потому что вам значительно намного удобнее будет Ватсон оставлять темки, потому что вам не нужно каждый раз указывать свои credentials. Абсолютно не нужно. Один раз карточку только указали, и то, что сзади там. Дальше. Кстати, я забегаю вперед, скажу, что регистрация вам не только это поможет. Скоро мы будем проводить юзер-онли рассылки, email-рассылки с горячим контентом. То есть с нашими фотографиями. Конечно, конечно, именно с ними. Конечно, эти горячие рассылки будут доступны еще более горячим виде на Патреоне для патронов онли. Но об этом мы объявим тогда, когда уже будет сам Патреон. А пока подписывайтесь, будет классно. Я прям хочу вас заинтриговать всех, чтобы вас защикотало. Чтобы вы как шикотан. Чтобы вы прям на паузу поставили подкаст наш и побежали на ewebdesign.ru и пошли в сайт-баре регистрироваться. Между прочим, мне немного стыдно, потому что мы две недели ничего не выкладывали. Но тем не менее, если вдруг по какой-то причине вот вам понравилось то, что мы делаем, случайно так, то ewebdesign.ru slash donate для вас есть. Да, это такой старый способ из 2К16. Да. Закинуть там какую-то определенную сумму. Вообще, недавно один из наших подписчиков, я не буду деанонимизировать его. Я тебе, кстати, даже сам Никита об этом не рассказал. Я тебе потом, когда у нас будет перерыв, я тебе назову имя. Зачем? Зачем? Ну ладно. А пока скажу. Он сказал, что, чуваки, я захожу на ваш сайт, меня каждый раз воротит. Ну, видите, я вам сделаю дизайн. И сделал? Я ему такой, не, это сегодня было. Если бы он сделал уже, я бы у него, я не знаю, честно. Ну вот, я говорю, так это, говорю, да, конечно. Конечно. Конечно, ты что? Конечно, хочется идти. Конечно, Джон, да? Но я не буду деанонимизировать, правда, повторюсь. Да нет, ну Джон это хорошее. Джонатан, я бы даже сказал. Я говорю, конечно, сделай. Это прям будет круто. Он говорит, ну блин, вот, а если, типа, вот вам не понравится? Я говорю, вот ты, говорю, сделай. И прям вот даже если нам не понравится, мы вот выложим, оформим. Сразу не понравится. Я ему тем же самым его текстом. Вот захожу на твой дизайн и вот воротит от него. Вот да. Поэтому тут как бы, не, он мне свой Behance скинул. Там, в принципе, обычный. Там круто. Там как бы, там, бля, дженерик дизайны из 2К17. Яркие цвета, как бы, clean, simple. Ну ждем тогда, то есть. Вот. Он сказал, ну короче, вот я закончу один проект, может быть, в ленивом режиме сделаю когда-нибудь. О, круто. Вот, вот. Вот это я люблю. Я теперь вас призываю, чуваки, еще больше ленивых дизайнов для нас. Сделайте. И мы, может быть, да не может быть, мы вас всех поощрим. Каждый, кто хоть какой-нибудь законченный проект сделает для YouWebDesign of the Games, получит бесплатный стикер. Вот так вот. О, нихрена ты дал. Я под свою ответственность. Я думаю, никто не сделает все равно. Если никто не сделает, то два стикера. Ну ладно, мы слишком долго про это говорим, особенно славим какого-то Джонатана. А мы как раз, по-моему, его и очень славим. Между прочим, между прочим, у нас есть канал и группа в Телеграме, представляешь? Конечно. И я так как никто представляю. Вот. Абсолютно. Можете узнать эти все ссылочки. Я, кстати, рекомендую. Зайдите, побалдеете. Потом выйдите, все равно какая разница. Все выходят. Все заходят и выходят. И нормальная тема. Кто-то остается, между прочим. Зайдите на ewebizzen.ru slash about. Там будут эти ссылки на группу, на канал. Прославлю некого Джонатана. Вот время течет. Все меняется. В нашем Телеграмовском чатике сменилось уже, наверное, штук пять элит, которые вот прям там реально сидели, залипали. И потом менялись просто полностью. И знаешь, не меняется только один человек. Ну хорошо, два. Я и еще один человек. Угадай, кто? Джонатан. Нет, Ванька Огурцов. Ну да, он-то понятно. Это единственный человек, который... Он с нами всегда и до конца. Он, конечно, выходил тоже в один момент, но он возвращался. Потому что все равно все возвращаются к нам в чатик. Поэтому ewebizzen.ru slash about. Посмотрите там ссылки. Подпишитесь на нас. Да, в том числе у нас есть, кстати говоря, стикеры на ВКонтакте, в нашей группе, в нашем паблике, простите, vk.com. Я, как старый человек, буду говорить, что в нашей группе vk.com slash ewebizzen.ru там есть стикеры. Просто есть. Просто зайдите и посмотрите. Напоминаю, в прошлый раз, когда мы на полном серьезе, как ребеночка через дорогу перевели за ручку и показали, как это делается. Как делается заказ. Заказали еще столько же стикеров, сколько заказывали за предыдущие два месяца. Поэтому я пытаюсь повторить как-то успех. Я показываю. Слушатели, просто представьте. Вы заходите на vk.com slash ewebizzen.ru Потом видите товары сразу под закрепленным постом. Здесь на данный момент два стикера. Я жму на один из них. У меня появляется большой такой поп-ап. И в нем я могу нажать кнопку, написать продавцу. Пишите продавцу кто вы и что вы, сколько вам надо и каких. И мы вам все ответим, все распишем. Кстати, Никита, тут недавно меня спрашивали, а что делать, если я из Челябинска? Ты что делать, если ты из Челябинска? Да, но тут уже ничем не помоешь. В смысле стикеры. Ты же понимаешь, что это нарываются на личную встречу? Нет, это нарушают на скидку. Нарываются на скидку. Типа, а что, зачем мне платить за доставку, если моя доставка стоит 23 рубля на маршрутке? Во-первых, у нас все стикеры кладутся в тайные места. И потом в Ирк-чате тебе напишут, куда нужно подойти, чтобы забрать эти стикеры. Да, обычно это в какой-то подъезд ночью надо подойти, приподнять электрощитовую. Поэтому я не знаю, что они там хотят, какую доставку. Ну, наверное, можно решить как-то полюбовно с такими людьми. Ну вот мы с тобой тоже посовещаемся, как это сделать. Можно послать их еще. А, ну слушай, а если это особь женского пола, например? Это все ко мне. Ну вот. Поэтому я и говорю, что мы с тобой решим тоже полюбовно этот вопрос. Мы-то с тобой точно полюбовно. Ладно, окей. Классическая наша вот эта была минутка новостей. Сейчас, между прочим, между прочим, продолжая как бы дизайн. Знаешь, вот честно, честно. Будем говорить про Dropbox, да? Будем говорить про Dropbox. Они постоянно славятся своими дизайнами. То у них, значит, нарисовано так. То у них там какие-то, блин, такие очень классные хипстерские рисуночки, как от руки. То у них SuperFlat. То у них еще что-то. То вот они сейчас что-то сделали. И мне хочется узнать. Ты вот, во-первых, как я понимаю, мы с тобой не каждый день ходоки в Dropbox. Нет, я ходок. Я ходок через десктопный app. Поэтому я не вижу, какие у них там дизайны. Вот, дать. Я имею в виду, через веб точно не ходок. Окей, ну давай, расскажи, что там. Кстати, они здесь объяснили, что, дескать, мы как бы вот много меняли. Но это все так. Отлукало. Налей мне водички, пожалуйста. Лей из чайника остатки теплые. Хорошо. Не прошло и месяца, как мы решили все-таки обсудить здесь в нашем подкасте редизайн Dropbox, который случился, ну, по крайней мере, на веб-дизайнера депо написали об этом 3 октября. А случился он, может быть, как бы еще месяц до этого. Я не знаю. Спасибо. Я сначала вас, зрителей, приглашаю на лендинг Dropbox.design. Вы, слушатели, как обычно, просто представьте. То есть они понтуют со своим дизайном? Прям выложили отдельно лендуху? Да. Они сделали отдельную лендуху. Они из этого сделали инфопод, так скажем. Здесь очень яркие такие цвета, как на первых рекламах айфонов, айподов еще. Когда, знаешь, Vivid. Там, где девочка танцует такая, типа. Да-да-да, когда были вот эти ярко-розовые, ярко-оранжевые, фиолетовые, синие цвета, силуэты и белые наушнички. Вот здесь примерно такие же яркие цвета. И вот этот вот тренд, который, ну мы, опять же, и наши постоянные слушатели знают, мы его уже обсуждали. Тренд, который называется дуотон. Двутональность, так скажем. Который был популярен последние года полтора. Когда ты, ну как бы у тебя есть фотография, но по факту ты его в градиент такой окрашиваешь двухцветный. И весь дизайн, исходя из этого, строишь. Вот тут подобные, так скажем, мотивы. Кстати, сразу хочется респект отдать дропбоксу за то, что у них здесь выполнен лендинг в виде как бы таких слайдов. Но, к счастью, нету кастомного скроллинга. Я могу сам проскраливать, как мне удобно эти слайды. Меня не заставляют вот так пошагово это смотреть, какой-то дегенерат какой-то. Я не могу как бы сфокусироваться сам. Вот они пишут, что уже целых 10 лет мытарства у нас были по поводу дизайнов. Вообще по поводу нашего проекта. И, наконец-то, мы эволюционируем, как покемон. Так. Из бульбасавра в ивисавр переходит дропбокс. Мы, говорит, хотим вот с вами поделиться. Ну, во-первых, сразу виден шрифт. Такой широкий, да, шрифт приземистый. Причем, как бы он кажется приземистым, но на самом деле не приземистым. Потому что вот эта х-высота, высота буквы х, по сравнению с заглавной буквой, достаточно высокая. То есть, она с заглавной буквой по шею. Всего заглавная буква на голову выше. Хотя иногда бывают шрифты типа футуры, на котором заглавная буква в два раза выше, чем буква х. То есть, такой широкий, разреженный шрифт с большой х-высотой. Чем-то напоминает Прох Симунову, но нет, не она. Это другой гротескный шрифт. И, кроме этого, сам логотип даже сменился. Вот ты-то, Никита, и не заметил, наверное. А если присмотришься, то коробочка стала чуть-чуть другая. Ну, так на глаз особо не видно. Ну, как не видно? Ну, присмотрись. Я тебя прошу. Нет, я вижу, что... У нее крылышки, вот эти, опять же, они стали намного шире. И, грубо говоря, раньше коробочка была, ну, как бы основой, а крылышки такие маленькие. А теперь крылышки, они размером с коробочку. Но из-за того, что они раскинулись сверху, они, кажется, еще выше, чем коробочка. Сейчас я расскажу, почему. Во-первых, говорит, почему вообще они задумали весь ребрендинг? Потому что они пошли дальше по филу Шиллеру. И дропбокс – это теперь не просто файло-хранилище. Это помощник в создании. Ну, и хороший файл обмене, как это было с Скайпом. Да, стопудово. И вот они теперь нам помогают креатить. И из-за того, что они теперь ориентируются не на, так скажем, чуваков в галстуках, которым нужен какой-то там version control базовый или что-то еще, на такой типичный интерпрайз. Теперь они на хипстеров ориентируются. Они, слушай, по-моему, всегда на хипстеров ориентировались. Ну, слушай, ну до этого у них был сухач абсолютно. Ну, по дизайну я бы не сказал. Ты вспомни, какие у них там акварельные краски использовались. Ну да, там были такие дудлы. Да. Но они об этом сейчас скажут. Короче говоря, теперь мы помогаем и Dropbox. Теперь мы помогаем ездить на Prius'е, пить смузи. Нет, Dropbox говорит, да, теперь мы помогаем ваши самые яркие идеи воплощать в жизнь. Ой, я боюсь, какие у меня яркие идеи. Ну, допустим. Знаешь, честно, вот давай между нами. Между нами. Я захожу на Dropbox.design и мне не нравится. Я просто... Меня чуть не вырвало. Не, ну... Вот это розовое говно, вот это розовое говно, которое представлено в заголовке. Так. Мне показалось, что это, знаешь, вот как в литературе есть графоманство, вот так в дизайне есть коланство. Ну, не знаю, но я просто смотрю на это, ну и чего? Вы типа... Это какой-то Энди Уорхол, который вообще не уместен никак к Dropbox не имеет никакого отношения. А теперь имеет. У них же много новых продуктов появилось, типа там Dropbox Paper вот этот и так далее, который там создавать вместе документы, накидывать там мудборды и так далее. Ну, допустим. Ладно, хорошо. Я надеюсь, что ты меня переубедишь. Я точно не буду пытаться. Я просто... Я надел на себя маску вот того самого чувака, который стереотипному понравится этот дизайн. И вот в этой маске я пытаюсь пропустить его через себя. Логотип теперь, говорит, у нас не просто коробка, а у нас пространство. Поэтому вот эти крылышки, они, видишь, ну, грубо говоря, оно все еще осталось коробкой, то есть узнаваемость сохраняется. Да. Это вот как я люблю говорить, типа, вот если мы переделываем логотип, все равно должна быть преемственность. Чтобы чувак шел в толчок, абсолютно мимо, вскользь взглянул на новый логотип. В толчке уже. Да, уже в толчке подумал, а, это его дизайн. Как бы там планетка чуть-чуть сменилась, другая ракета уже летит. Но чувак все равно, а, ну, это его дизайн, понятно все. Чтобы ассоциация вот эта осталась прямо вот на бессознательном уровне, чтобы спинным мозгом он поучуял нас. Очень круто это делают, кстати говоря, дизайнеры автомобилей. Они все вот, и у них все линейки практически автомобилей, каких-нибудь там условных Ford или условного там, не знаю, Peugeot. Mitsubishi, хочется еще сказать. У них вот эти фары агрессивные. Да, они постоянно их вот придерживаются. Как бы они их ни меняли, но всегда похожи. Ты можешь в 60-й взять тачку и в 2017-й, и вот у тебя будет. Ну вот, дропбоксы бы у них поучиться, во-первых. Ну ладно, это шутка. На самом деле логотип все равно узнается. Да базар нет. Это не коробка, теперь это, так скажем, слои. Практически как в Google Material Design, материя, которая приподнята на разный уровень просто. Вот это пространство для создания чего-то нового. Ой, это из пальца высасывали. Ладно, давай, продолжай. Согласен с тобой, что это в большинстве случаев надуманное говно, но вот тем не менее. Мы можем, говорит, кстати, здесь вот на некоторых слайдах есть робкая кнопочка Open. Вот там, где шарик. Вот. Так. Шарик. Я жму Open. Там слайд-шоу. Там сразу моча на дне реки. На втором слайде. То есть на наших подписчиков ориентируется остальное. Дальше там какой-то просто дропбокс цвета какашки. Это на вторую часть наших подписчиков, видимо, ориентируется. Это на нас ориентируется. Да. Ну, короче говоря, высосали из пальца на самом деле, но теперь супер художники к ним присоединяются. То есть вот это вот типа фотографии именитых фотографов и так далее. Я понимаю, что это все вот с каким-то прицелом на кого-то. А вот они говорят о том, что мы, говорит, вот раньше всегда дудлы иллюстрации использовали. Это, говорит, мы вот все 10 лет себя искали и наконец-то нашли. Ё-моё. Высосли из пальца. Понимаешь, что мы делаем? Я тебе объясню. Им надо было тогда не так сделать. Маркетинг понятен. Есть художники, они загружают большие изображения, им нужны большие размеры дропбокса. Мы на них зарабатываем деньги. Надо было пойти другим путем. Надо было снять, сделать такой видео-хедер, чтобы там на GoPro было снято какое-нибудь дерьмо, чтобы чуваки, которые видео снимают, загружали в дропбоксовые видосы, чтобы сразу не хватало ничего. Да, там сразу придется суперпроплан покупать и так далее. Да, и курить его, видимо. Ну, окей. И что у тебя еще есть, что сказать по дропбоксу? Что они там еще? Как сами? Есть. Давай-ка. Шрифт Sharp Grotesque называется. Я тут пытался, так сказать, высрать, выссать. Как он называется? Вот Sharp Grotesque. При этом само семейство насчитывает 259 шрифтов. Это вариабельные шрифты. Что между ними общего остается, я понятия не имею. Но, видимо, начертания самих букв, хоть они искажаются там во все стороны. Ну, короче говоря, они, типа, сделали супер-мега-систему, поработали. И нам с тобой нужно просто отметить их старания. Несмотря на то, что это не старания, а мытарства какие-то. А пометить можно их старания? Они сами уже пометили, когда сделали Dropbox.design. Так вот, а... А в статье? Мы-то с тобой, да, рассмотрели сейчас сам Dropbox.design. А в статье веб-дизайнер Депо, автор которой Бен Мосс, он, в принципе, говорит, что обрикольничал, почему бы и нет. Вот такое у него... Вот это рецензия, я понимаю. Да, то есть он, в принципе, на самом деле, просто пересказал тоже, как мы примерно это сделали. И он сказал, уродливо, но смело. Вот, слушай, вот он хорошо сказал, в точку. В общем, он, говорит, хотят, чтобы люди больше работали вместе в Dropbox. Не, ну знаешь, просто на что похоже? Вот уродливо, но смело. Это похоже на то, что дизайнеры, им нечем было заняться. И им сказали, а что вы делали целый год? И они по-быстрому накидали вот эту шнягу. Потому что как бы... Ну а как? Надо же обновить. Ну, слушай, а это как вот логотип Инстаграма последний. Тоже очень много спорных этих вызывал, но сейчас же все привыкли уже. Да просто Dropbox никому не нужен по сравнению с Инстаграмом. Ну да, тоже верно. Окей, ладно, мы поговорили про это. Бен Мосс молодец, он, слушай, похож на... Не знаю. Он похож на чувака из Evanescence. Как его зовут? Бен Муди. Bring me to life. Короче, светские новости, смотри. Первая тема достаточно прикольная. Знаешь почему? Во-первых, потому что ее предлагает Амик Хайлов. Дорогой наш. У тебя с ним теплые отношения? Абсолютно. Знаешь почему? Потому что у него Keep Calm and Alon... Короче, у него там что-то крутое. Это Alon's Y. И, судя по всему, это отсылка к доктору Кто, потому что там сверху его синяя бултка, которая называется TARDIS. Нихрена ты выдаешь? Ты как будто поклонник доктора Кто. Я... Вы-то не представляете, какой у меня сейчас был троттлинг процессора. Просто 150% загрузка, 100 градусов Цельсия, чтобы вспомнить. И он предлагает нам рассмотреть на Тижурнале, на Тижурнале, статью про то, что ВКонтакте 11 лет. Блин, 11 лет. Я тебе скажу, у меня, как раньше модно было в аське понтоваться, шестизнак. Только у меня, по-моему, семизнак, что ли? Блин, семизнак, что ли? Я не помню. Я сейчас посмотрю. Но мы все уже давно со ВКонтакте. Уже нет никакого вот этого раньше, как... У меня очень давно, когда мы еще зарегистрировались, мы. Я так говорю, как будто я с кем-то зарегистрировался. Семизнак у меня, семизнак. Когда еще это был класс 10-й, по-моему? Ну, в школе. В школе это было. Еще в школе это было. Это было что-то вообще прикольное, потому что я еще тогда у меня и Анлима не было. Я вообще, в принципе, заходил посмотреть, а как там, а что там. И было прикольно, как-то круто. Сейчас, в принципе, тоже прикольно, круто, но уже достаточно обыденно. И вот 11 лет. Смотрим. С 2006 года, между прочим. Хреновина существует. Здесь есть скриншоты. Вообще, 2006 год – это как раз наш 10-й класс. А, ну вот. Зацени, какие скриншоты. Как выглядел ВКонтакте в 2006 году? Да я как сейчас помню, на самом деле. Как сейчас помню, может быть, наверняка, наверняка есть какие-нибудь плагины на Chrome, чтобы сделать обратный дизайн старого ВК. Кстати, да. Наверняка есть. Некоторые письма. Я даже вот этот блог Дурача, я тоже его помню. Да. Кто такой Павел Дуров, кто такой Николай Дуров. Хотя про Николая Дурова-то мы читали в прошлой, по-моему, в прошлом подкасте. Не, по-моему, уже хрен когда. Может быть и хрен когда, я не знаю. Зацени сразу 2007. В 2006 это было просто ничего. Практически какая-то, ну, непонятная сеть, которую создали вот два чувака. В 2007, благодаря сервису обновления, формируется первая лента новостей. Ну, вот там как раз новости появились. То есть, представляешь, в 2006 не было новостей. Ну, хотя бы, вот я не хочу лукавить и врать, но, кажется, и это даже помню. Вот была жизнь. Потому что у меня Танлим с 2005, поэтому я-то, да, застал. Ну, я-то скачивал аватарки из интернета и ставил их на форуме на Челябинск. Вот это нормальная тема была. Я тоже это делал, но это не мешало мне еще и там шастать. Мобильная версия была. Кто в 2007 году сидел на мобильной версии ВК? Продолжу говорить. В 2007 я купил первый iPod Touch. То есть, уже можно было в принципе? Да. С того там Safari номер один, номер два. На Wi-Fi стандарта 802.11b. Ой. Ностальгия, ностальжи. 2008 год, 2008 год. И мы видим здесь уже всякие подачи. Слушай, вот сейчас соврать, да, 2007 год, первый iPod Touch. Он еще не вышел тогда. Значит, 2008. Ну, как вот только он вышел, я его купил. Между прочим, 2007. Причем с рук. Да? Да, я же его купил на Авито. Рисковый пацан. Уже тогда Авито было? Представь себе. Я даже... Ну, нет, да, это был точно 2008. Я просто почему помню, потому что я на главном нашего универа встречался с этим чуваком. Чтобы он тебя не избил вдруг. Тогда-то это было в диковинка. Конечно. Сейчас-то... Сейчас сам изобьешь скорее. Сейчас сам. Слышь, ты иди сюда. Да, отдай мне iPod Touch первого поколения. Представляешь, граффити было именно в 2007. Почему хочется вернуть в 2007? Там были граффити. Вау. То есть, в принципе, год 2007 славится вот этой вот стыдной для нас, вот этими вот стыдными атрибутами. Такие как граффити. Челки. Ягуар. Это я не про автомобиль. Челки, эмо и так далее. Да. Хотя, конечно, с грустью вспоминается. 2008 год. Подарки поперли. Уже монетизация. Надо было денежки зарабатывать. Пошли подарки, которые мне до сих пор, если честно, я не знаю, что с этими подарками делать. Не вообще вот. Ну, не знаю. Ну, зачем? Ну, уже можно дарить как бы. Но они еще и стоят там, что понты, по-моему. Голоса тогда, видимо, появились тоже в тот же момент. Да. 2009 год. В 2009 году ВКонтакте купил интернет-адрес vk.com. То есть, до этого было все ВКонтакте. Да, я помню. ВКонтакте.ру. Вот, более короткий, удобный для продвижения на мировом рынке. Значит, они тогда уже были, понимали, что, в принципе, они сильны, мощны. Потому что купить vk.com – это как бы серьезная заявка. Да оно к какому-нибудь бомжу, может, принадлежало. Ну, конечно. Блин. Не продешеветь, не продешеветь. 5000 рублей продано. Бутылка водки. Да. Потом потом, нет, две. Две бутылки. И все. В 2010, между прочим, был вообще революционный момент. Тот самый момент, который называется «Дуров, верни стену». Когда все перешло в микроблог. Я помню этот момент абсолютно хорошо. Многие ботхертили. Я тоже ботхертил. Честно скажу. Честно, везде подписывал там, что «Стену давай, верни». Мне не нравилось реально. Я прям вот… Вот, то есть люди тогда не понимали, что, в принципе, скажем так, диалог может быть у каждой новости. Такой микроблогового типа. Хотели просто полностью по порядку. Вот как сейчас мы новости. То, что ботхертим, что сейчас сделают какие-то новости, которые рекомендуемые, да? Ну, как сделают? Сделали. Вот, да, да. Навяжут окончательно. Навяжут окончательно. Также вот «Стена» тоже. Лалайки, между прочим, добавили только тогда, когда появился микроблог. То есть на стене лайков не было. Представь себе. Ой, это вообще… Ты посмотри. Самое главное, что у него еще репутация есть в 85 тысяч. Ну, это классик. Я не могу. Между прочим, репутация прибавлялась, по-моему, и от подарков в том числе. То есть ты даришь подарок. Там, да, сначала надо было все заполнить до сотни, и потом вот у кого-то было 102, 105 желтенького. Все такие «Вау, у него 105». 2011 год. Закрыл свободу регистрацию. Подожди, подожди. Написано, так выглядела стена до микроблога. Хотя здесь уже микроблог, по-моему. И так в чем… Подожди, а в чем тогда разница была особая? Ну, типа, не знаю. Может быть, это они что-то не то пишут? Или это реально так стена выглядела? Просто она и выглядит как микроблог. В чем разница? Ну, да. Какое-то странное. Я вот что-то у меня уже помутнение, рассудка. Ладно, 2011 год. Прилл вышел на айфоне и андерроиде. Был. Казалось бы, сколько лет прошло, а только вот Прилл вышел. Добавляется, возможно, вести час с несколькими участниками, то есть группы пошли. Точнее, чатики такие. Хэштеги. Страницы знаменитетей начинают верифицировать. Хочется сейчас вспомнить именно историю хэштегов. Но заметь, уже не такие большие изменения-то во ВКонтакте. Уже просто добавляют какой-то там функциональчик. Ну, подожди. Еще будут сейчас большие изменения. 2012 год. Переезд. ВКонтакте окончательно переехал на доменное имя ВК. Вот это изменения за год-то, а? Нормальная тема? Да, баг фиксится. 2013 год. 2013 год. Стало известно, что инвестиционный фонд United Capital Partners под управлением Ильи Щербовича. Это очень сложно для меня сегодня разговаривать, извините. Выкупил 48% акций ВКонтакте у Вячеслава Мириашвили и Льва Левиева. Вот так вот. Можно практически поаплодировать им, что выкупили. Но потом мы знаем, что это все продастся на Mail.ru. Или это уже практически Mail.ru руки. Непонятно тут. Возможно, United Capital Partners владеет и Mail.ru тоже. Да, и вот тут в 2013-м у Дурача, по-моему, поехала тема. Так ты видишь, это практически рейдерский захват был, потому что по факту там... Они же не согласовывали ничего, они просто взяли в один момент, он это узнал, что они все купили. Да-да-да. Короче говоря, продали не акции напрямую, а компании, которым принадлежали акции. И, грубо говоря, акции-то никто не продал, но бенефициары уже поменялись из-за того, что компании эти сделали. Но я уверен, что это сделали Mail.ru. 2014 год написано. Вскоре акции выкупила Mail.ru. Без поля просто. Это все было так... Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Многоходовочка. Ну, может быть. И поперло... Во-первых, поперли миллионы людей, как обычно. Все пошло, монетизация пошла. Причем, видишь, в 2013-м написано, что у Дурова уже был телеграмм. Ну да, да. У него раньше телеграмм, да, я помню, у него был изначально. И он уже начал ему уделять время. Ну, почему бы нет, в принципе. 15-й год. Товары добавились. Те самые товары, которые у нас сейчас... Стикеры. В паблике. Это, между прочим, товар. Ну, такое тоже изменение, в общем. Не совсем, я бы сказал, сильное. 16-й год. Лента новостей становится умной. О, пошло. Запуск безналичных денежных переводов. Возможность вести игровые трансляции. Нарезается возможность отправлять голосовые сообщения. ВК полностью меняет дизайн полной версии с... Ой, я помню, тогда тоже Дуров писал, что такое говно, говна, говна просто. Я помню, да, мы... Причем это уже без Дурова, я так понимаю, было. Да, да, это просто уже было и было. Ну и 17-й год. В ВК появляется возможность записывать истории. Вот это изменение. Инстаграм. Это самое веха. Это столб, на котором все теперь держится. Согласен. Происходит глобальное обновление мобильных приложений ВК. Ну да, было, было. Ограничение прослушивания музыки фоном. Вот это столб. Вот это деньги. Ну вот, такие вот 11 лет. Как тебе... Вообще, как тебе вот впечатление от этого шлейфа ВК-шного? Да, как тебе сказать? С учетом того, что наш проект на самом деле вообразовался в ВК, получается? Или нет? Или YouTube был раньше, чем в ВК? Ну, мне кажется, все-таки в ВК, да? Вот мне тоже кажется. Почему-то мне, если вот меня ночью разбуди, спроси, то я скажу в ВК. Поэтому у меня должны быть, казалось бы, какие-то особые теплые чувства к нему, но их нет. Особенно к нынешнему ВК. Ну, это всего лишь соцсеть, которая как бы... Нынешний ВК, вот как Саня любит, да, Ефремов, говорит, что в старых машинах есть душа. Вот в старом ВК была душа. А в новом и в ВК как-то ее уже нет. Здесь настолько все коммерциализировано, что как-то это противно. Ну, я тебе скажу, как избавиться от этого ощущения, точнее, как приобрести ощущение родного. Берешь, сидишь на Фейсбуке какое-то время. Так. Не сидишь на ВК, а потом возвращаешься на ВК и понимаешь... Насильно заставляешься сидеть на Фейсбуке, подключаешь к соскам себе электричество, чтобы не мог дернуться... Даже не надо ничего подключать. Тебя так дернет и так на этом Фейсбуке, просто досвидос. Вот. В принципе, мне почему-то кажется, что ВК удобнее. Всем русским людям кажется, что ВК удобнее. Конечно. Вот. Понимаешь, он прозрачный. Ты можешь полностью контролировать то, где ты находишься и то, что ты делаешь. На Фейсбуке все само друг из друга всплывает. Любая хрень, которую ты открываешь из сайтбара или сверху, она какая-то разная каждый раз. Непонятно вообще, где ты, что ты, как ты. То есть даже если по урлам верхним, которые там facebook.com.php, ты не можешь по ним ориентироваться. Там все через какие-то параметры странные сделано. То есть ВК, он всегда был прозрачен, потому что его делали обычные люди, так скажем. И хоть Фейсбук тоже делали обычные люди, но, видимо, если бы мы пользовались Фейсбуком в начале 2000-х, когда он только начинался, у нас бы тоже, мы бы сейчас сказали, вот, когда-то Фейсбук был, там, охренеть, чё. Так, ну, не знаю. Да мы в Фейсбуке практически в Америке зарегистрировались, что-то типа того. Я не помню, не могу тебе сказать. Мне кажется, я раньше. Не, в институте. Мы с тобой на первом курсе в Фейсбуке точно регистрировались. Но потом еще Твиттер был. Твиттер в 2009-м был у меня. У тебя тоже. Ты на 3 месяца, на 4 раньше меня зарегистрировался. Нет, по-моему, позже как раз. Ты зарегистрировался раньше меня, а первый Твиттер у тебя был позже. Я зарегистрировался и сразу погнал в октябре. Ты зарегистрировался типа в июне, а погнал только в декабре. Какие-то гениальные вещи помнишь? Ну, окей. Слушай, ну, и чё? Да как тебе сказать чё? Хочется просто сказать, что меня же, опять же, все называют ностальжи-мен. Ну? И вот ты не зря упомянул форумы. Вот там еще более круче было. Ну, блин, ну там вообще круто было. Конечно, там еще больше ты все контролировал, там все видно было. Там ты еще знал всех, о некоторых даже лично людей. Да, да, где какие ветки были, как это все. И вот это было прям pure общение. Не было никаких алгоритмов дебильных. Были просто ты все спокойно видел, практически людей перед собой. Форум была просто площадка, которая вам помогала общаться на расстоянии. А Facebook это больше не площадка, которая помогает общаться на расстоянии. Это большая компания, которая зарабатывает на тебе деньги. Я боюсь, что наш подкаст в какой-то момент превратится в то, что раньше было лучше просто. И все. Уже давно. Поэтому давай вперед. Следующая тема, она про будущее. Она про будущее. Между прочим, на GeekTimes'е. Порнхаб внедряет систему машинного зрения для автоматического распознавания лиц, поз и других атрибутов видео. Знаешь, я пока читал, много ржал. В статье написано много обычных слов, от которых я смеялся, что в седьмом классе, что сейчас смеюсь. Ничего не изменилось. Тема абсолютно простая. Порнхаб для конверсии, скажем так. Для того, чтобы люди больше заделали ретеншн, для удержания аудитории, для вот этих всех штук. Просто тупо, чтобы зарабатывать бабки. Сделали специальную хреновину, которая по видосу анализирует, собственно, узнает порноактрису. Ну или в разделе про геев порноактера, например. Распознает его или ее, опять же. И рекомендует тебе, например, эту же порноактрису. Или эти же позы. Или эти же предметы, которые используются в этом ролике. Или эти же размеры сисек. Или эти же размеры, конечно, обязательно. Размеры тела, пропорции, все. Цвет кожи, цвет волос и так далее. И вот такое вот будущее, которое, в принципе, уже здесь, уже есть. Я только не знаю. Скажем так, просто вот у меня друг рассказал. У них уже, в принципе, там много чего рекомендовали. То есть ты смотришь, и тебе рекомендуют похожее. Но там, видимо, был анализ просто по имени. У меня друг, опять же, говорил. И там просто, то есть ты вводишь имя, например. Мне друг рассказывал другое. Там, во-первых, система тегов снизу. Система тегов. И он тупо по тегам сверял. А там, где имя, это... Ну это не тег, это просто отдельная боли на им. Оно заполняется сначала обычными чуваками. Первое, либо кто выложил, либо комментаторы могут, если оно пустое, заполнить. Типа я стопудово знаю, это вот тата. И на основе вот этих просто заполненных данных это делалось. Ну а с помощью этой нейронки, видимо, эти данные будет предзаполнять сам. Вот и все. Ну, кроме этого, здесь люди все мечтают о том сервисе, который будет... Именно от Порнхаба. Именно суперумный, который будете сразу... Загружаешь, опять же, фотки своих одноклассниц. И тебе показывают ролики порноактри... Или, возможно, уже одноклассниц, которые стали порноактрисами. Да, тебе просто находят их. Просто их находят. Это самое релевантное. Да, и показывают с ними видосы. Но просто не так давно была новость про такой сервис, который тоже абсолютно бесплатный. Просто загружаешь картинку и тебе показывают. И реально очень похоже. Мне, по крайней мере, другу моему понравилось. Нормальная тема. Вот. Короче, что еще я хотел сказать? Что еще я хотел сказать? Вопрос. Зачем распознавать такие глупые вещи, как, например, миссионерскую позу? То есть, что есть люди, которые... Да хотя, в принципе, разные же люди есть. Что я? Вот именно. Лучше не задумываться. Кто-то про твое тоже скажет. Зачем вообще все вот это? Ну, про мое-то понятно. Ну, миссионерскую позу. Ну, господи, ну, камон, как говорит Вилсаком. Я бы по-другому поставил вопрос. По-моему, в каждом ролике уже есть все позы. Поэтому их как бы... Ну, видишь, тут даже любительское видео. Вдруг в любительском видео забыли на спину положить. Ну, слушай. Скажем так. Может быть, может быть. Дальше идем. Дмитрий Скриптин. Говорит, давайте задизигна. И на самом деле задизигна, задизигна, а новость-то все знают. Ввели новые банкноты. 200 рублей и 2000 рублей. Где? В стране X? В стране под названием N. Под названием Россия. Российская Федерация. У нас как бы на украинском выходит. Поэтому нам надо тут что, не хвалить, да? Тогда ты рашкой должен был. В рашке. В рашке вышли 200 и... У меня рашка прям как пенопластом по стеклу. Несмотря на то, что пенопласт по стеклу меня не бесит, меня бесит вилка по тарелке. Ну вот. И, понимаешь, 200 рублей. Вот ты сразу зашел, да? Так. На cbr.ru. Зашел. Видишь 200 рублей? Вижу. Цвет банкноты зеленый. Зеленый, как баксы. Как евро. Там памятник с затопленным кораблям в городе Севастоп. У баксов немного другой зеленый цвет. Ну, хорошо, как евро. А у евро, у сотки, кажется, сейчас загуглю, мне друг давно уже не показывал. Да, 100 евро. Все правильно помню. Давно уже друг не показывал евро. Но, понимаешь, во-первых, там памятник с затопленным кораблям в городе Севастополь. Так. Крым наш. А во-вторых, Крым наш. Отняли. Знаешь, что я тебе хочу сказать? К моему сожалению, абсолютному. Если ты хочешь через 100 тысяч лет выпустить новые купюры, то сделай это так, чтобы они были похожи на старые купюры. Но просто это как будто мы реально евро получили какое-то. Я и правильно. Иду мимо боком, смотрю, кажется, у вас 100 евро лежит, подходит 200 рублей. Да что ж ты. Вот именно. Один евро скоро уже будет. Проходишь дальше. Вот, ладно, давай посмотрим на 2000. Мне нравится про 2000 только то, что, собственно, купюра сделана полностью, видимо, пропиарена при помощи группы Мумитроль, рок-группы Мумитроль и конкретно Ильи Логутенко. Потому что Владивосток 2000, как бы город Владивосток находится на 2000 купюре. А, я-то думаю, что ты ее напевать начал. Вот. И она тоже очень хай-течная. Вот, ну реально. Ну как? Ну как? Ну возьми сотку. Подожди, подожди. Это во Владивостоке такой мост есть? Да, вантовый мост в городе Владивосток, соединяющий остров Русский с материковой частью города Владивосток. Посраться. Век живи, век учись. Чего только нет в России, представляешь? Вообще, я тебе скажу, на мне, на мне уже протестировали эти купюры. Ты-то и не знал. А вот у тебя есть юбилейные сочинские купюры, например? Конечно же есть. У меня все есть. Вот у меня-то есть. Просто загугли. Юбилейные 100 рублей. Ну-ка. Юбилейные 100 рублей, да. И там что, тоже хай-тек, естественно? А вот в 2014 году там сочинские. Да я вижу, да. Это там, где разные виды спорта и все такое. Ну, конкретно тут вот у меня сноубордист. Ну, слушай, ну... Вот точно такая же она по виду. Я ничего тебе не хочу сказать, но это... Ну, не может такое это быть вот прям деньгами. Это несерьезно. Ты имеешь в виду, слишком фельдеперсовый? Конечно. Too fancy? Это какие-то бумажки просто. Вот бумажки. Это грязная зеленая бумажка. Вот. А знаешь, почему? Я хочу... Вот подумаем. Давай подумаем, почему у нас вызывает с тобой такой эффект того, что это похоже на евро и вообще это какой-то хай-тек дикий. Нет. Вот подожди. Я первый скажу, что неконсистенси полнейшая вообще по сравнению с остальными нашими же рублями. Ну, блин, сделайте тогда редизайн всех. Да просто что-то все висит, болтается, какие-то куски пустые, какое-то что-то... Ладно, говорит, я тебя перебил. Я что-то хотел сказать еще. Да и нет, я реально... То есть, в смысле, вот я про это смотрю, и вот у меня такие же абсолютные впечатления, как у тебя. То есть, просто... Во-первых, неконсистенси со старыми деньгами. Так. Во-вторых, просто внутри купюры самой хаос. Кажется. То есть, она не catchy. Она никак вообще тебя не зацепляет. Ну да, все в кучу, согласен с тобой. Особенно еще... Мне бесит надпись образец поверх. Ну, образец бесит. Ну, во-первых, не дает распечатать их нормально. Во-первых, не бесит, что у меня в руках нету этой купюры. Это первое, что меня бесит. А во-вторых, да, из-за надписи... Печатать нормально, это тоже нормальная тема, да. Из-за надписи образец я не могу оценить, золотой коэффициент использовался или нет здесь, и так далее, прочие детали. Поэтому тут, кстати говоря... Тут, кстати говоря... Как-то все накидано, как будто антидизайн. Вот абсолютно с тобой согласен. И давай сразу же... Вообще, кстати, надо сказать, надо сказать, что у великого дизайнера в CRC Лебедя, между прочим, был же какой-то линч там или... Что такое? Серьезно? Ну-ка давай. Ну, нам Саня кидал. Я не... Ты думаешь, смотрю, что Саня, да, кидает? И, короче говоря, он очень сильно засрал, как это, в принципе, и ожидалось. Так давай, найти-то легко, я за что, ArtLebede.ru? Ну, давай, ты загугли там какие-нибудь купюры, банкноты, 2000 рублей. Нет, я захожу к аводству, и там бизнес линч. Давай. И он, кстати, ну-ка, дропбокс был. Он сам линчовал? Стало. Да, рецензировал Артемий Лебедев. Ну, хуй знает, лучше не стало. В таком случае вообще можно было нижний ромбик выкинуть. Ну, так-то да, можно было. Так, а теперь деньги. Что, деньги-то есть? А, ну, слушай, нет. Там концепция редизайна остальных рублей. Не, ну, там было. Я просто... Это у него я взял эту шутку про Владивосток 2000, что он Лагутенко порадуется, понимаешь? Я прям видел эту новость. Ну, слушай, в какой день-то это было? А, все, вижу, 13 октября. Ну, то есть, две недели назад. В России очень плохой дизайн денег. Это просто стыдно для такой большой, хорошей страны иметь такие говерные банкноты. Ну, просто стыдно, это... Не просто стыдно, это позорище, б***ь. 200 рублей. Интересно, будет ли купюров 200 рублей приниматься на Украине в обменных пунктах? А вот я не понял эту шутку. Это какая-то тонкая шутка про Украину? Видимо, туда не сразу завезут. Будут думать, что там поддельно и так далее. А, потому что Крым, ё-моё. А, ё-моё. Мы тупые вообще. Да, мы тупые тупые. Очень прикольно, что 2000 рублей это Владивосток. Ну, это понятно. Леон Гутенко должен быть счастлив. А тут дальше 4 абзаца. Ты будешь, да, меня мучить заставлять это читать? Да. Эти новые купюры идеально вписываются в текущую семью бумажных русских денег. Они такие же позорные. Му**ки, пустоты, ужасно обработанные края иллюстрации. В скобках, один мост в никуда чего стоит. Тупейшие компьютерные эффекты, говёный клепарт. В скобках, смотрите, какие чайки. Ну-ка, где чайки? Чайки я видел. Да. Проблема в том, что на госзнаке работают какие-то дремучие старпёрские дизайнеры, которые годами рисуют уебу**ки сертификаты и дипломы. А раз в 10 лет его разрешают порисовать банкноты. Вот если бы у Путина тонула дочь, я бы её спас. Он бы тогда сказал, ты спас мою дочь, проси, чего хочешь. А я бы ответил, Владимир Владимирович, разрешите передизайнить с нуля все ваши банкноты, а заодно и монеты. Жёстко, жёстко. Ну, я, в принципе, другого не ожидал от Лебедева. У меня вопрос только, как бы он проанализировал, например, евро. Вот мне просто интересно. Это первое? Ну, это вопрос к нашим подписчикам. Вдруг уже был такой линч, пусть скинут ссылку, посмотрим. И, опять же, ну, конечно, доллары, конечно, стабильно выглядят круто. Вот баксы, как бы, они, конечно, сильно выглядят. Хотя тоже такие, как будто, да, видно, что они сделаны 100 тысяч лет назад. Ну, видно, супер старая такая стиль весь. Окей, ладно, это мы посмотрели. Это мы посмотрели. Дальше у нас, по-моему, последняя тема. А нет, у нас просто продолжение этой темы. Быстренько её заканчиваем и переходим к разработке. А там уже и конец, и уже и домой все пойдём, и уже и час ночи. Подожди, а сколько уже от подкаста всего час прошёл? Легчайше. На самом деле, это новость от Нейрона Инсомниуса просто о том, что некие споры начали разгораться. А что это вы там на банкнотах-то на этих вот использовали-то? А оказывается, ну, в смысле, какой шрифт конкретно всех дизайнеров волновал. Наверняка Артемий Лебедев сразу глазом прикинул и увидел, что это не Open Sans, о котором все так судачили. Что, типа, вот вы Open Sans. Я, собственно, помню эти шутки, даже я чуть ли не лайкал и репостил. Ну вот, да, лайкал и репостил. А на самом деле, это Segoia. Segoia UI, по-моему. Microsoft-овский шрифт. Хотя мы-то Segoia UI с тобой ещё в 2013-м на сайтах использовали. Так мы тогда, когда это вышло, то ли восьмёрка, то ли что-то. Какая-то, да, по-моему, восьмёрка. Мы так забалдели. В общем, это прикольный шрифт. Мы-то тогда уже знали. Мы тогда уже были дремучими старпёрами с госзнака. Сейчас его повсеместно везде используют, любят. И вот даже на банкнотах. Я не знаю, как они это делают. Вы купили этот шрифт. Купили тупо лицензию. Она есть на фон Сквиреле. Да, всё, на фон Сквиреле. Я имею в виду, на Рутрекере они купили, наверное, лицензию. Конечно, сто пудово. Что там? Мы ни в коем случае не агитируем. Это адский ресурс вообще просто из ада. Его антихрист лично выковал. Да. Окей, будем переменочку делать, да? Быстро. А, слушай, да, у нас же переменочка между разработкой и неразработкой. Ну всё, тогда звонок звонит. Звонок другу тогда и звонок для учителя. Просто мы тупо выбегаем сейчас в коридор и бесимся там. Конечно. Скидываем спарт-пеналы женские. Да. И всё остальное. Тех, которые у нас стикеры покупают, да? Вот этих. Эти женские. Именно их, да. Ну ладно, увидимся. Так, я нажал резюме. В перерыве Давид попросил передать от него привет всем интернетом. Деньги он заплатил? Он нам достаточно уже заплатил. Мне лично. Не вижу. Окей, да. Вообще, в принципе, всем привет, кто нас слушает снова. Разработка. Чё там? Ты же сам знаешь, какая вечеринка без водки и пива. Я, по-моему, уже второй раз шучу именно так. И там про JavaScript будет? Нет, про Smart Tape. А-а-а, нихрена себе. Тут вот недавно один из наших подписчиков в чатике писал. Блин, не могу вообще, жизнь такая появилась после того, как ВПС-ку первый раз купил. Просто говорит, вот небо и земля по сравнению с Шаридом. Это вот как секс без презерватива. Ощущения совершенно другие. Это уже моя метафора, он так не говорил, на самом деле. Он закончил уже в тот момент. В чём закончил? Я просто начал в не вторую услугу ходить, по-моему. Ты сам себя топишь. Я сам себя он потопил, когда я его спросил, где он купил ВПС, и он купил его не у Smart Tape. Ну, это, знаешь, я считаю, что мы вообще зря про это говорим. Ты имеешь в виду недостой напоминания такой человек? Он ничтожество, просто чудовище. Ничтожество, потому что Smart Tape.ru ewebdesigner.ru slash Smart Tape, да. Посмотрите, на самом деле у них самые лучшие условия. Не верьте никому, никаким рейтингам. Все рейтинги врут. Это как... Какие там... Эти рейтинги даже не грузятся, которые там были скинуты. Согласен, да. Это как рейтинги банков. И это как войны между Тиньковым и Открытием и Рокетбанком. Они платят деньги блогерам туда-сюда, направо и налево. За рекламу и антирекламу. И поэтому, ну, как бы, камон. Как можно это всерьёз воспринимать? Вот мы здесь единственное искренне говорим о том, что Smart Tape это лучший в мире хостинг. Даже если бы была теория параллельных вселенных правдива, в любой вселенной не было бы хостинга, который круче, чем Smart Tape. Думаешь? Особенно для наших с вами российских реалий. Ну, вот это согласен абсолютно. Да и я считаю, цена абсолютно вот настолько дешёвая. Смехотвор. Это смехатура. Знаешь, что только может сравниться со Smart Tape? Чё? Телеграм-канал Варкрафт Рус. Ну, базара нет. Вот он, вот он. От него прям привстаёт. От Smart Tape только ещё намокаешь, а от Варкрафт Рус прям полбу бьёт. Понимаешь? Поэтому вот все вперёд туда обязательно. Варкрафт, нижнее подчёркивание, Рус в Телеграме. У нас скоро как вот на этом, на сайте этого, Link Cars будет реклама. Столько же примерно. Ничего не знаю, реклама закончилась. Это, кстати, не реклама. Давай проект на пульке. Чё там CSS Tricks? Там Толстый что-то хочет поведать. Между прочим, Толстый стал пописывать опять сам на CSS Tricks. Сам на себя, я думал. На самом деле, я пописываю только наш подписчик, который не насмотрел Костинка. Он, у него просто настолько незащищённый Костинка, что я взлом. Я больше всего говорю от того, как ты прерываешь себя. Чё, как я прерываюсь? Он больше всего. Я просто уже сам на себя пописываю смех. На ультразвук перешёл, просто одновременно со смехом невозможно в другой тональности разговаривать. Толстый реально пишет статьи. Хотел обойти все узкие моменты, скажем так. Он, видимо, до этого на конференциях разъезжал. А сейчас опять взялся за ноутбук. А он же женился, по-моему. Он женился, да. Но это давно было, да? По-моему, летом. Кстати, слушай, вот. Это не то, что его отвлекал. Вот корень злата. Вот, я тебе о чём и говорю. Блин. Женщина. Ты проницателен. Шершель-ля-фам. Вот именно. Ну окей. И чё ты? Шершель-ля-фам. Ты там шершель-ля-фам. Шершель-ля-фам, блин. Опять скажешь, что порой. В перерыве. Хмырь повисился. Это можно вечно слушать. Ну давай, чё нам крискую? Решил написать. Лошади в ходе. Да, решил написать про кнопульки. Так. Вообще, говорит, вот наболело, видимо. Причём он уже по слипнуту абзацы не называет. Не накуривает своих животных. Во-первых, это. Во-вторых, он никак не называет подзаголовки. Он просто тупо цифры ставит и всё. Один, два, три. И так далее. Не знаю, что это лень или это стиль его новый. Но в принципе прикольно. Окей. Первая глава, вторая глава. Номер один, номер два. Вот да. И он говорит о том, что есть вот три вещи, которые хочется сказать про кнопки. Ну-ка. Это от самого, понимаешь, просто совет. Или как сказать там. Типсы от Криса Клэра. От самого. Про кнопульки. Да. Причём он, опять же, как настоящий SEO-шник. Хотя он как бы не очень SEO-шник. Но тем не менее. Он ссылается сам на себя. Ну. Ну, по крайней мере, на статистике с S3. Он... Сейчас я перехожу просто. У меня пока переходит в этот момент. Ну, слушай, я бы удивился, если бы он куда-то в другое место. Нет. Ну, давай так. Он тут часто оставляет ссылки на другие ресурсы. Блин, у него не грузится. Как будто он не на смарт-тейпе. Всё так и есть. Ладно, пусть там грузится в фоне. В общем, первое, о чём он хотел сказать, это о том, что... Вот бесит его о том, что... Так, подожди. Ну, давай, хотя бы в первом пункте. Первое. Мне нравится до сих пор вот CodePen, который мы сделали. Где кнопка из play превращается в паузу там на чистом CSS практически. И они используют там, как водится, чекбокс-хак, что там внутри чекбокс, и у него вот это вот состояние чекид. Вот они его обутят, так скажем, и с помощью этого без джаваскрипта и так далее. И типа он кайфует от этого. Типа все делайте так же. Типа да, делайте так же. Он говорит о том, что нам присылали какой-то фидбэк определённый по поводу того, что там вот такой был баг, такой. Мы, говорит, все пофиксили. И, в общем, вот там круто. И начал-то он с чего? Он же abit in buttons, не в смысле про кнопки, в смысле про html элемент button. И вот мы, говорит, там сделали дифф вообще-то. Так. И на самом деле надо было бы сделать button. Я не знаю, может быть, сейчас уже после изменений каких-то получилось так, что там button. Ну, то есть, опять же, они учли все ошибки, работу над ошибками провели. Но, говорит, изначально был дифф. Второе. Вот, говорит, если вообще поговорить про button, ну, здесь классическое он размотал, что очень часто ссылки оформляются как кнопки, и это конфьюзит. И очень часто кнопки не оформляются как кнопки и не делаются html элементом button. Ну, и забегая вперед, он говорит о том, что, в принципе, html элемент button, он не должен быть, короче говоря, если он не внутри формы html, то обязательно он должен быть джаваскриптовым. То есть, это не должна быть ссылка, которая переходит на другую страницу, это должно быть какое-то интерактивное действие, которое что-то делает на странице, или там передвигает что-то куда-то, или переключает, или что-то еще. И он вот это так специально делает, что вот внутри формы, пожалуйста, пусть это будет тот button, который типа как submit, а если не внутри формы, то, пожалуйста, только с помощью джаваскрипта. Ну, опять же, он это просто рассуждает о том, как должно быть в мире. Кучу ссылок прикладывает уже не только на себя. Уже посты на Medium, целые всякие сайты типа Resilent, Webdesign и так далее. Подкрепляет как бы. Да, он свои доводы подкрепляет фактами, фактурочкой. И, ну, он говорит о том, что если button внутри формы, у которого должно быть не submitное действие, то, ну, button type button надо делать. Несмотря на то, что это некая тавтология, тем не менее, надо именно так. Вот такие у него соображения. Чуть-чуть он как-то решил, что вот надо про кнопулечки написать. Ну, нормальная тема. И тут еще вот как-то все и бит, и button. У меня вот битбакет сразу как-то в голове всплывает. Биг Мак не всплывает у тебя в голове? Нет, гэта нет. Извини. Вот. Следующая статья. Питер Янг. Ее написали. Питер Джанг. Но я думаю, Янг все-таки. Ага, ага. Ну, судя по портрету, да. Да, да, да. Судя по портрету, вообще Янг. Кстати, ты-то, я не знаю, видео или не видел, на медиуме мембершип появился. И теперь есть подписка. Она, естественно, платная. Это как на стримеров подписываться? Практически. Только тут ты подписываешься на весь медиум. И там можно более расширенной версии постов только для подписчиков там. И так далее. Причем первые три штуки в день бесплатно расширенные. А дальше уже только если ты подписчик медиум. Слушай, я, знаешь, видел тоже грустную картину, где ты знаешь, что-то типа на игры Mail.ru, вот на каком-то таком типа ресурсе. Это просто как бы под домен от Mail.ru, просто про игры. Как каноба, условно. Короче, там у них реально многие статьи за бабки, чтобы читать все. Чтобы нажимаешь, типа, прочитать дальше. Тебе говорят, чувак, а купи просто у нас аккаунт на Mail.ru. Вот знаешь, вот такое. Ну это примерно как, ну где там, на Тижурнале, да, на ДТФе, чтобы комментировать надо. Да ну это уже совсем, ну зажать вот эту статью сраную с Сану, да нахрен она мне нужна. Вот мне тоже кажется, что просто папки, Ширы, они, может быть, конечно, и получали бы что-то, какой-то процент с этого. Они просто нахрен с медиума уйдут и все. Это какая-то странная игра с огнем. Лучше уж продакт-плейсмент внутри этих постов сделать, чтобы там было написано в конце. А на самом деле попробуйте у нас письку. Ну хотя тогда медиумы ничего не придет, они же хотят денег заработать. Нет, они-то как бы, да, непосредственно себе хотят денег заработать. И они-то думают, что вся их база баблишеров, она к ним привязана прям намертво. На коротком поводке у них. Но мне что-то кажется, что это не так. Ну давай, вот Питер Янг привязан. Так вот, Питер Янг, на самом деле, вот я вот в заголовок хочу не нашу самую громкую первую тему воткнуть, а вот эту. Ну конечно, про JavaScript обязательно. Вот, и просто она реально прикольная. Здесь нам, ну написано, современный JavaScript объяснен для динозавров. И это, во-первых, метафора, что для тех чуваков, которые как бы отстали от жизни. А во-вторых, здесь реальный динозаврик еще снабжает всю эту статью. Причем это не Питер Янг это рисовал, а есть динозавровые комиксы некого Райана Норса. Здесь есть ссылки под, ну под каждой картинкой. Вот он оттуда картинки использовал. Там пиксель-арт, кстати. Да, там пиксель-артный, кстати, динозаврик, меня это привлекает прям. И по тегам, наверное, что мне советовали пиксель-арт и Ронка. Так вот, здесь динозавр говорит, блин, фронтендеры раньше вот использовали HTML, CSS и JS. А теперь что-то им надо знать ноду, npm, grand, gulp, webpack, babel. Потом подожди. А вообще зачем мне ноду на фронтенде? Ну как бы динозавр, он-то привык, что нода это сервер-сайт JavaScript. За хрена бы она нужна была на фронтенде. Ну и здесь говорит нам автор, что да, типа современный JavaScript, он не прост. Но говорит, разобраться с ним в принципе можно. Вот сам автор, он еще в 98-м начал программировать. В 2014-м только, так сказать, серьезно занялся JavaScript. И я, говорит, помню, тогда наткнулся на браузере фай, и он такой смотрит и из-за строка говорит, что браузер в браузере фай помогает вам подключать какие-то модули в браузере, потому что он бандлит все зависимости в один файл, и вы как бы пишете require-модуль, а по факту, когда на моменте компиляции, на моменте бандлинга, он это собирает в один большой файл, подтягивает, так сказать, зависимости вот эти, и ты пишешь удобный, так практически модульный JavaScript, у тебя все по файликам разложено, а в итоге у тебя компилируется все в один большой файл, и браузер его понимает. То есть проблема в том, что браузеры, они старые, сраные. Они не могут интерпретировать, и как бы из-за этого JavaScript не может развиваться так, как нормальные языки программирования, потому что он скован вот этими рамками браузеров, которые, к сожалению, уже никуда никак не денутся. Вот, говорит, поэтому давайте начнем рассматривать самого банального JavaScript, который все там еще в институте учили в школе, да, в школе учатся, кстати, JavaScript. Так вот, вот, говорит, есть обычный, и типа дойдем до того, как это делается сейчас. Вот есть обычный HTML файл, в нем мы подключаем с помощью тега скрипт индекс.js. Вот, говорит, мы в отдельном файле там пишем, там, консоль.log, hello from JavaScript, допустим, неважно. Все, окей. И вот нам, говорит, надо было еще в тени за памятное время подключить библиотеку Moment.js. Ну, что мы делаем? Мы берем и заходим на сайт Moment.js. Как бы мы можем, во-первых, скачать файл непосредственно по старинке. Можем установить. И здесь сразу есть 6 инструкций с помощью NPM, Ярна, Newgetto, SPM, Meteora, Bower и так далее. Все сразу думают, что за хрень, какой, что это такое? Ну, давай, говорит, говорит, просто сначала скачаем Moment.js. Сейчас, чтобы сделать по старинке, мы его скачиваем, кладем в папку с проектом, подключаем перед этим тоже тегом скрипт, потому что вот перед нашим индексом.js мы подключим Moment.js в Min.js, и тогда мы сможем использовать переменную, ну, объект Moment внутри нашего индекса.js, потому что, по факту, уже в контексте, в скопе он будет из-за того, что он подгрузился в браузер. Первая проблема, которая возникла еще в начале 2010 года, ну, около 2010-го, это нежелание каждый раз скачивать с сайта новую версию пакета. То есть условный Moment.js, он может обновляться там каждый месяц, справить баги и так далее. А каждый раз заходить, обновлять или там подписаться на Twitter Moment.js, для того, чтобы следить, это было неудобно. Ну, и вот поэтому начали появляться джиоскриптные пакетные менеджеры, для того, чтобы хотя бы автоматизировать процесс скачки и version control. То есть, чтобы он при скачке там сверял версии, если что-то новое, то подкачивай, если нет, то нет. Самым первым популярным, ну, не, ладно, самым первым, это от Lukao, я сейчас не готов вам сказать, одним из самых популярных в 2013-м был Bauer. Я даже Bauer'ом тоже пользовался, он в CodeKit был встроен во второй. Ну, в третий, по-моему, он тоже встроен, справедливости ради. Но во втором там прямо был графический интерфейс вокруг Bauer'а выстроен, потому что все популярные фронт-эндовые библиотеки и фреймворки в тот момент через него распространялись. Ну, после этого в 2015-м его NPM отхавал, и в 2016-м на самом деле еще Yarn высрался. Тоже я много про него слышал статей, что вот, Yarn, это теперь так суперкруто и так далее. Хотя по факту внутри у него все равно NPM-пакеты. Ну, это как бы сделано для удобства, потому что взять и чуваков сказать, вы вот в репозитории NPM все сейчас размещаетесь, теперь, короче, выложите еще в Yarn, скажешь, да пошел ты нахрен, примерно как медиумы должны сказать паблишеры теперь. Вот, и несмотря на то, что NPM, это изначально был пакетный менеджер только для Node.js, то есть на серваке то, что было, он теперь пришел во фронт-эндовый мир именно на разработческую машину. То есть вот у меня на разработческом ноутбуке была нода для того, чтобы пользоваться NPM-ом и скачивать себе все последние версии библиотек. NPM, он вот такую штуку внедрил как манифестовый файл, ну, в данном случае он называется package.jso, который мы с помощью команды npm init создаем, и он типа нам говорит, что вот есть такой-то проект, есть такой-то JS файл, он так называется, вот такие-то у него есть зависимости. Как только мы с помощью npm install устанавливаем условную наш moment, он дописывается в package.js в объект dependencies, и пишет, какой версии moment используется на данный момент в проекте. Все, естественно, добро, так скажем, в кавычках, скачивается в папку node modules, про которую мы все любим шутить, что она занимает больше, чем жопа твоей мамки. Так вот, этот node modules нам теперь не надо распространять вместе с нашим open-source проектом, мы всего лишь прикладываем package.jso, и тот чувак, который хочет воспользоваться нашими наработками, он просто скачивает это, делает у себя npm install, прямо в корне, и у него все подтягивается также в node modules. Все хорошо, да не очень-то, потому что теперь нам надо было в index.html прописывать также наши скрипты, просто в папке node modules. Да, то есть мы теперь решили проблему контроля версии, каждый раз мы не надо там скачивать, но мы по-прежнему меняем в index.html, и дописываем, что node modules, moment, min, JS и так далее. Следующий этап – это bundler. Это программа, которая собирает нам все наши зависимости и наш файл с приложением в один большой bundle.js условный, и они-то появились как бы еще раньше, то есть в 2009 появился common.js, и он же лег в основу node.js, о которой мы знаем сейчас, поэтому в принципе в node есть, так скажем, механизм require, вот этот вот, который, в принципе, позволяет нам использовать на моменте ноды эти модули. То есть в тот момент, когда мы пишем сам JavaScript, require – это окей, ноды их понимают, компилируют, и все нормально. Но на моменте браузера, когда мы в браузер подсовываем такой файл, он говорит, слушай, друг, а у меня этот require не определен, пошел-ка ты в жопу. И из-за этого нам нужны bundler, которые будут все это совмещать в один файл, чтобы на уровне разработчика мы видели require красивые, нодовские, а уже сам браузер, уже ему это ничего не надо, вот у него гигантский JavaScript файл, там 100 килобайт нахрен, и так далее. Самый популярный был в браузере 5, в 2011 вышел, но где-то в районе 2015 появился веб-пак. Почему? Потому что он с React работал хорошо, и вот на волне популярности React веб-пак тоже высрался, хотя по факту все это примерно одно и то же хреновое. Но сейчас веб-пак действительно моднее, он во всех, так сказать, цепочках билдинга используется. И мы устанавливаем веб-пак, кстати, это тоже npm модуль всего лишь, мы его накатываем туда же через npm install, он нам пишется в package.json, и после этого мы можем уже, выполняя команду веб-пак, ну там у нее есть определенный синтаксис, даже не буду сейчас останавливаться, получать финальный bundle.js, который тупо подсовываем в браузер. Все, окей. Следующая проблема, нам лень каждый раз запускать веб-пак. Нам нужно какой-то вотчер сделать, чтобы он у нас каждый раз сам запускался при изменении любых файлов. Ну, кстати, это не следующая проблема. Тут пока мы миримся с этим, это после следующей будет проблема. Следующая это транспайлинг. Ну, то есть появляются новые фичи, ECMAScript 2015, ECMAScript 6, который изначально назывался, и эти фичи не поддерживаются в современных браузерах, а писать на них мы уже очень хотим. На выручку нам пришел Бабель, хотя до этого был кофескрипт, и по факту это точно такой же транспайлер, но кофескрипт он пытался свой синтаксис принести. А Бабель и TypeScript, они взяли и просто стандарт сказали, что вот мы будем транспайлить стандарт, ECMAScript 5 для старых браузеров, если вам надо, но как бы не будем городить свой собственный огород. Именно поэтому они и выжили. Бабель это тоже NPM пакет, как ни трудно догадаться, а точнее даже целых три. Бабель Core, Бабель Present Environment, и Бабель Loader. Мы их опять же загружаем в свой проект, все окей. Каждый раз запускаем вебпэк, он прогоняет это все через Бабель, и у нас все в порядке. Мы можем использовать конструкции, которые появились только в ECMAScript 2015. Но, но, опять же, не тут-то было. Задолбало нас писать каждый раз вебпэк. Нам нужен Task Runner, который будет это делать за нас. В 2013 появился Grant, потом появился Gulp. Gulp был более популярен, поэтому решили, что да. Но, но, сейчас все пользуются непосредственно самим NPM, потому что в NPM тоже добавили возможность task running. Зачем тебе Gulp, если ты не можешь говорить, если тебе как бы даже и сам NPM может билдить. Мы делаем NPM Run Watch или NPM Run Build для разового или Watch, для того, чтобы он сам перезагружался и так далее. Но, но, мы не хотим, чтобы у нас вебпэк, вот это была корявая, корявый путь, Node Modules Bin Webpack, мы накатываем еще один модуль вебпэк-девсервер. Как бы уже смешно, казалось бы, но вот, тебе смешно, Никит? Мне вообще нормально, особенно на, я вспомнил, что у Гранта, по-моему, был иконочка этого, кабанчика. Да, по-моему, носорог или кабан, ну, не важно, короче, какой-то такой, кажется кабан. Ну, в принципе, ты уже, да, ты уже подключил столько всякого дерьма, что, не знаю. Ну, вот, в общем, вебпэк-девсервер, он позволял еще и маленький веб-серверочек нам это все сделать, чтобы это перезагружалось и еще в браузере, так сказать, обновлялось. Открывался прям Localhost на порте 8080, стандартный для вебпэк-вебсервера, и там все это показывалось. И, казалось бы, ничего не может быть уже лучше, В скобочках хуже. Да, хуже. Ну, короче говоря, по факту, вот так сейчас все обстоит в JavaScript, но в TaskRunner мы можем еще кучу миллиардов тасков добавлять, так что у нас в результате при сохранении каждого файла мы ждем еще секунд по 15, пока у нас все картинки пересожмутся, все SVG спрайты пересоберутся и так далее. Ну, вот такой вот он, Frontend 2017, ну, или, может быть, даже в 2017, еще, понятно, надо свой фреймворк к этому ко всему прикрутить. Здесь, так сказать, общий, путь для любых JavaScript-программистов, а там дальше уже как бы собственные детали пошли. Так что вот так. Ну, блин, прикольно. То есть, а представляешь, кто сейчас динозавр реально? Ну? Он же охренел от того, что сколько ты всего там наговорил. Ну, слушай, мне хочется верить, что я достаточно понятно объяснил, несмотря на свой голос. Мне тоже хочется верить. И даже каждый самый последний динозавр уже понял меня, пошел себе наконец-то все это установил. Все, пацаны, погнали. Финишная прямая. Мне супер уже тяжело, просто досвидос. Просто я сейчас наблюю на себя. Naked Science пишет. Новые данные свидетельствуют в пользу существования планеты Икс. Это, кстати, тема, которая тянется уже хрен сколько выпусков. И тема вся заключается в том, что некие ученые, между прочим, один из них, по-моему, даже с русской фамилией, а может быть, и даже два, по-моему, один, Батыгин. Константин Батыгин, да, русский, Майк Браун уже не очень русский. Браун не очень русский. Они реально сначала были догадки, а теперь и действительно с помощью расположенного на гавайских островах 8,2 метрового, 8,2 метра оптического телескопа Субару. То есть, не Субару Форестер, на котором мы приехали. Даже не Субару, а Утбек. Да, они приступили к поискам девятой планеты, понимаешь? Снимки, а также ряд других, полученных за последнее время, склоняют Константина Батыгина в пользу существования планеты Икс. Ну, тут написано, что есть 7 тысячных процента, даже 7 десятитысячных процента шанс, нет, тысячных, простите, что ее нет. Круто. Нормальный процент. Потому что вот все складывается, но то, что что-то там притягивается, что-то искажается, насколько я понял. Я-то не помню, я мельком это читал. Ты-то вот прям вник. Я вник. Следующая статья называется Илон Маск представил гигантскую ракету BFR и описал план марсианского города. Вся статья о том, что Илон Маск, он уже охренел настолько, что он уже делает ракеты не чтобы летать в космос, а чтобы летать вокруг земного шара. Реально. Это реально работает. Короче, так как они научили, научились и научили свои ракеты садиться, теперь с помощью этого можно же сделать как самолеты, только ракеты. И, короче, ты, представляешь, сможешь просто за 50 минут рвануть, допустим, даже за 25, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, допустим, за 50 минут Сидней, Тюрих, и написано, что ты можешь вообще в любую точку полететь. И у меня сразу вопрос к Луну Маску, а где здесь точка Челябинск? Тюрих, например. Да, почему сразу в списке бета-тестинга нет Челябинска? Да, почему это я должен сразу из Нью-Йорка в Токио, например, летать? У нас, считайте, к саммитам БРИКС и ШОКС, ШОС точнее, простите, в конце, то есть, 19-го года аэропорт переделают как раз под БФР, я думаю. Скорее всего, скорее всего. Здесь в самой статье написано очень много всяких деталей про БФР, что это такая классная тема, что да, действительно, можно будет садиться, что это будет даже стоить столько же просто, как самолет. 106 метров в высоту. Вот, да, ну, не знаю, насколько это будет укачивать вопрос. Некоторые люди в самолетах-то боятся лежать. Ты говоришь, стоить как самолет? Стоить, я имею в виду, что билет. Да, да, билет, я это имею в виду. Что, А на чем он денег-то будет зарабатывать? Так, в смысле, видимо, там по стоимости вот так и отбивается, не знаю. Так, сколько людей-то туда влезет? Да, понятия не имею. И нужно ли всем этим людям из Сиднея в Цюрих? Конечно. С Челябинска в Цюрих. Следующая тема, это сколько стоит космос? Между прочим, прикольная тема. Здесь просто, я не буду читать, вот честно, вот эти вот между, там прикольные всякие вставочки. Подожди, я на полсекунды вернусь, что он видит, что на БФР может даже до Марса долететь. Классно. И что? Ты имеешь в виду из Нью-Йорка на Марс? Да, 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 и в Цюрих обратно. В Цюрих обратно. Следующая статья на Гиг Таймсе о том, что здесь вот, прям вот пацаны говорят, что вообще-то космос это дорогая хреновина и вообще дорогое хобби. Ну, это стереотип такой. Стереотип, абсолютно, сейчас мы его разрушим, смотри, точнее, в скобочках нет. Здесь сравниваются специально какие-то вещи, вот прям вот, я не побоюсь этого слова, какие-то прям вот меркантильное дерьмо с какими-то разработками в космосе. И давай начнем с низшего и пробежимся до самого высшего. За 40 лямов баксов можно было бы купить Феррари. Суперстарая, очень коллекционная, охрененная Феррари, 250 GTO, сравнивается со стоимостью миссии Чандрайян номер один, первой индийской миссии по изучению Луны, которая стоит 70 миллионов долларов. Да, то есть разница, конечно, почти в два раза, но масштаб все равно, согласись. Ну, соглашусь, хорошо, ладно. Хотя дальше там масштаб будет еще больше рвать. Окей, душу рву, 60 лямов долларов, я не буду просто говорить, что долларов, понятно, что долларов. 60 миллионов стоит постройка 27-этажного жилого дома Антилия в Мумбай. Вот. И 79 долларов, то есть на 19 миллионов дороже стоит миссия Монгальян, первого аппарата, отправленного Индией к Марсу. Что там Индия, что там Индия. Ну, чтобы нам удобнее было понимать, что в Индии есть как умные люди, так и идиоты. Да, но супер дорогой дом стоит дешевле даже, чем миссия вот эта вот. Около 100 миллионов стоит пентхаус в Сидис Пайр Центр. Я уверен, что это очень завышено, но тем не менее. Площадь около 750 квадратов. И около 112, что на 12 миллионов дороже, стоит миссия Хаябуса, доставившие образцы грунта с астероида Итакава. Понял? Давай сейчас именно умопромочительное дерьмо. Вот, например, про Пайресов Карибиан мне нравится. Да, да, мне тоже именно про пираты Карибского моря. 417 тысяч долларов стоит... Миллионов. Миллионов долларов стоит замутить пираты Карибского моря на странах берега. Это последняя, да, четвертая часть. Подожди, это пятая. Это пятая. Нет, это на странах берега. Четвертая, это про источник молодости. Ну, да, короче, вы поняли. 400 лямов, а 660 лямов стоит миссия Дуэн по изучению сразу двух небесных тел астероидов Весты и Церейры. Ты вот, кто знает про пираты Карибского моря и кто знает про вот эту вот хреновину? Интересно. Даже вопрос, что из этого хреновина. Ой, ладно, давай, короче, опустимся в самый конец, на самое дно, а точнее, наоборот, поднимемся. Мне хочется вот про небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае. А у тебя есть какое-то к нему отношение? Да. 1,68 миллиардов долларов он стоит, а миссии всех вояджеров с обслуживанием до 90-го года полтора миллиарда. То есть, вояджеры, которые летели на Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, дешевле, чем арабы сраной себе выстроили. шпиль. Ну, понимаешь, что далее, далее, штаб-квартира Эппл огромное, огромнейшее здание круглое, очень крутое, стоит 5 миллиардов. Эппл Парк называется, да, Бублик. Эппл Парк, да. И около 7 миллиардов, что на 2 миллиарда дороже, стоит строительство орбитальной станции Мир. наши. чтоб ты помнишь, Мир, они же старые. Старые. Это, ее же сотопили. Ее там столько делали. Сейчас МКС, да, да, да. Но тем не менее, да. Тем не менее. И давай-ка, давай-ка, вот знаешь, мне что понравилось все-таки, вот про авианосец. 18 миллионов стоит авианосец. Я просто напомню вам, что авианосец, это корабль, который перевозит самолетики. И столько же практически стоит весь бюджет НАСА за 2013 год. Интересно вообще, почему так авианосец дорого. Здесь в обратную сторону работает авианосец. При том, что на самом деле в тот момент здесь перечислено НАСА достаточно до хрена делала. То есть, это не самый ее бедный год. Да, да, да. Около 50 миллиардов стоит Олимпиада в Сочи. Хочется упомянуть, вот не надо про Олимпиаду в Сочи сейчас плохо. Они либо хорошо, либо никак. Я говорю про то, что хочется наших подписчиков спросить. Вот мы с Никитой, когда готовились к подкасту, мы дискутировали, а что такого в авианосце? Почему вот именно этот тип суден так дорого? Может кто-то служил на авианосце? Почему не атомная подводная лодка? Да. Может она, она может вообще 10 тысяч миллиардов, миллиардов стоит? Это самая большая цифра ты сейчас назвал. Естественно. Больше не бывает. Даже математики такой не мечтали, как я сейчас высрал. Короче говоря, вот нам скиньте, может вы кто-то или служили, или в теме. Почему именно авианосцы такие? Хотя у нас их два, насколько я помню, в России, поэтому то, что из наших подписчиков кто-то на них служил, это круто было. Согласен. Да там будут врать, там будет Огурцович служить на авианосце. Ты же понимаешь? Прямо сейчас причем. Короче, 50 лярдов стоит Олимпиада Сочи 2014 года, а половина, то есть 25 миллиардов стоит бюджет Роскосмоса за 2016-2025 годы. Нормальная тема. Давай-ка посмотрим-ка что-то одно из последних, одно из самых дорогих. Например, например, вот да, давай-ка посмотрим, что там. 1608 миллиардов долларов, ты вообще... 508. Про такие деньги слышал, да? 1508. Стоимость программы истребителя-бомбардировщика F-35. Ну, тут видишь, на 60 лет практически. все истребители, которые вообще хоть когда-либо будут летать, F-36, с 2006 года по 70, они полностью стоят, ну, как бы, дороже, конечно, чем весь бюджет НАСА за все время его существования. Ну, то есть, да, кажется, что космос... Да просто это, знаешь, нам что говорит? О том, что война дороже, чем космос. Причем война в разы, это тут один истребитель. Да, а всякое говно типа небоскребов дешевле, чем космос. Вот и все. Ну, сопоставимо с космосом. Сопоставимо, да. Потому что и не только война, кстати, дороже, потому что... Не, ну как сопоставимо? Че тебе это Феррари сраная по сравнению со спутником охрененным? Средства, выделенные правительством США на поддержку банка в ходе кризиса 2008-го, это 805 миллиардов. А весь бюджет НАСА за первые 40 лет существования это 795. Да. Да. То есть, как бы, видишь, реально много, много чего дороже, чем космос. Ну, в принципе, знаешь, чем не дороже всего? Нет. Темы наших слушателей, их всего две. Первое, про Матрицу. Это даже не тема, не тема наших слушателей, а в смысле, это просто вот то, что не вошло в наши рубрики, то осталось не за кадром, но осталось в последнем вот этом разделе. А Михайлов прокомментировал, снова мой любимый, предградит космонавт с возвращением из отпуска. Сразу шок и сенсация, Матрица отменяется. Физики доказали, что реальность не симуляция. Хотя, как по мне, то ни хрена не доказали. А вы как думаете, что есть реальность и как определить ее? Да, действительно, я когда читал статью, в которой типа доказывают, что мы живем не в Матрице. Кстати, я как водится подкасту, который выходит на украинском, с украинского сайта. Да, с украинского. И, короче, здесь реально типа мужики настолько тупо доказали, что мы не в Матрице, что я просто чуть не заорал. Короче, ну, все же мы же знаем, что, да, действительно, хрен его знает. Вдруг вот эти вот правила, которые у нас есть физически во вселенной. Законы физики. Законы физики. Правила физические. Правила физические. Это просто код написанный, по сути. То есть, по сути, мы запрограммированы. То есть, у нас специальные определенные правила, которые определены кем-то. Так. И, ну, много спорили, куча фильмов наснимали, куча книжек понаписали, Айзек Азимов, вот это все, вот это все. И, знаешь, два гения ученых, не забыл, как их зовут, там опять русская фамилия, по-моему, фигурировала, как обычно. Физики-теоретики Зогар Рингел и Дмитрий Коврижин, как я и сказал, был русский один. Знаешь, что прикололи? Говорят, нет, чуваки, мы не в матрице. Знаешь, почему? Почему? Потому что, вот, например, внимание, следи за пальцами. Рингел и Коврижин доказали, что невозможно моделировать проявление аномалий квантовых систем, таких, как исследуемый ими квантовый эффект Холла. Это пока ничего не понятно, но дальше смотри. Он характеризуется проявлением электрического тока, электрический ток, в металлах, при определенных обстоятельствах. Но оказывается, что для хранения информации о нескольких сотнях электронов, то есть, если бы кто-то там сверху хранил такую инфу, свойственных такому эффекту, потребуется больше компьютерной памяти, чем тот объем, который можно было бы создать, используя все атомы, существующие во Вселенной. То есть, если где-то чувак сидит и программирует нас, у него просто не будет такой хрени, чтобы записывать это все. У него не будет просто такой памяти. Слушай, ну мы можем, знаешь, как доказать, что мы не в матрице? Матрице не хватит компьютеров, чтобы такие искрометные шутки написать для нашего подкаста. Вот я тебе о чем говорю. Вот абсолютно так же. Примерно так же. Вот именно абсолютно так же они и доказали. Они сидели, накурились. Как мы, конечно. Иными словами, компьютерная симуляция таких процессов невозможна из-за аппаратных ограничений. Вот так. То есть просто Covision и Ringel думают, что у чувака, который нас запрограммировал, еще и компании хватит. А он, наверное, ржет сидит. Как ты считаешь? Да уж. Мне кажется, что если уже и представлять себе, что мы в матрице, то там, наверное, не такая вселенная. Конечно. Там в одном атоме можно всю эту память уложить. Там просто слезняк один сидит и нами управляет. Какой? Вот именно. По крайней мере, мной это точно. А потом после этого идет и капусту жрет. Да-да-да. Нормальная тема. Последняя тема в подкасте. Точнее, даже не тема, а скорее просто... Реплика. Просто реплика. И я думаю, на этом можно вообще уходить и на пенсию. Алекс Фесс пишет. Привет, ребята. Вот уже пару недель, как я перестал вас слушать. Пришла пора окунуться и в другие подкасты. А времени, к сожалению, мало. Я был с вами практически без перерыва с июля прошлого года. Ждал каждый новый выпуск, ржал с шуток и наслаждался каждой секундой. Иногда комментировал, предложил одну тему, была рассмотрена. Закидываю вам свой скромный донат в последний раз. Удачи вам и да пребудет с вами сила. Знаешь, что-то напоминает, что? Нет. Нам надо с тобой остаться друзьями. Да-да-да-да-да-да. Я даже когда читал, я тоже хотел. Дело не в тебе, дело во мне. Вот так вот Алекс Фесс решил просто взять и зафрендзонить наш подкаст. Да тут даже не то, что зафрендзонить, а прям порвать с нами. Ну, да. В принципе, да. Можно так сказать. Что мы делали не так, интересно, с Алексом Фессом? Не знаю. Чуваки, расскажите, что с ним не так? Что вообще случилось? Почему именно в прошлый раз он перестал, уже пару недель, как он перестал нас слушать? Да еще вернемся. Ладно. Короче, давай обойку. Просто обойку. Потому что 7 минут второго я просто дико спать хочу и сейчас открою обоечку. Давай. Ух! У нас там что-то классное, кстати, там люди шли. Я у тебя видел. Да, там, так сказать, сезон тот самый. Реально идут люди. Причем идут не просто. Они идут по горам, по долам. Это некие альпинисты, скажем так. Туристы-альпинисты, которые забрались так высоко, что видят выше, чем облака. Видят вершины. Скажи, где наш подкаст здесь? Наш подкаст здесь, это, конечно же, так сложно, я не знаю. Наш подкаст, это вот чувак, который вдалеке идет. Вот чувак. Так. И он сейчас подскользнется. Так. А вот этот вот белый снег, серый лед, это, короче, Алекс Фес. Наш подкаст, он подскользнется и туда под облака прям проваливается и падает. Я, если честно, тоже с Алекс Фесом придумал. Вот справа мы двое. А, и там вдалеке. Слева Алекс Фес. Так. Наш подкаст, это вот тот снег, который тут. А у него желтый? Он уходит с него? У него желтый, да, и коричневый. Он уходит от него. Ага. А вот та гора вдалеке, это другие подкасты, которые он будет теперь слушать. Ну, это да. И вот мы тут с тобой стоим и не понимаем, что я вон на клюку опёрся. Ты с зелёным языком? Я с зелёным языком, да. А я пошёл, наверное, кушать и разогревать. Ты, я не знаю даже, что ты спать пошёл. И спать пошёл, да. Окей, ладно. В принципе, мы практически, знаешь, у нас каждый новый подкаст это как открытие нового сезона. Ну да, тут перерыв такой внезапный из-за здоровья получился. Вот, поэтому, господа, пишите комментарии, пожалуйста. Давайте, короче, давай устроим с тобой такую вещь. Какую? Вот я всё уже, вот я уже настолько оскотинился. Значит, если, если будет мало, мало комментариев, то мы будем думать, что для ещё других комментариев нужно ещё ждать и не выпускать подкаст. А где комментариев, ты оговори? Направь куда? Мне насрать. Вот где хотите? Я хочу на Ютубе. Хотите, пишите на Ютубе. На сайте только лучшие отборные темы. Если их будет пять, пусть лучше будет пять. Согласен. А вот на Ютубе срите. Давайте. Прямо срите говном. Да. И с этим очей. Обязательно. Всё, всем пока, типа. Да, подписывайтесь на наши соцсетях Вконтакте, Втвиттере, Вфейсбуке, Винстаграме, Вгугл Плюсе. В Телеграме у нас есть группа, есть канал. Есть канал Варкрафт, нижнее подчёркивание, РУС. На Ютубе ставьте палец вверх, подписывайтесь, ставьте колокольчик, пишите комментарии. В Айтюньсе ставьте звёздочки, пишите отзывы. Увидимся через неделю. Пока. Никита тоже говорит пока. Тупо пока.